МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В СКЛАСТИ КВЕТКИ НА АЛЕЮ ГЕРОЮ ПРИШЛИ КЕРОВНИКИ В ОБЛАСТІ ГОРАДА, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ АЙЧИННОЙ, ПРАДСТАВНИКИ ПРАЦЁНЫХ КОЛЕКТЫВАУ И ГРОМАДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАВАХОННЫХ СТРУКТУР И НАВУЧЕНЦЫЙ ПАТРИОТЫЧНЫХ КЛАСАУ. А Б СВЯТОЧНЫХ УРАЧЫСТАСТЯХ МАТРИЯЛ НАШЫХ КОРРЫСПАНДЕНТАУ. УСЮ БОЛЬШ ДАЛЁКИ АДНАЗ ГЕРОІЧНЫЕ И ТРАГІЧНЫЕ ГАДЫ ВЯЛИКОЙ АЙЧИННЫЙ, АЛЕ ПАМЯТЬ АБ ЇХ ЗАСТАЦЦА БЕССМЯРОТНЫЙ. УДЯЧНЫСТЬ САЛДАТАМ-ВЫЗВАЛІЦЕЛЯМ ЗА ПОДЬВІХ ЗАСТАЦЦАЦЮ У СЕРЦАХ ЖИХАРОУ БЕЛАРУСІ. МИТЫНГ НА АЛЕЇ ГЕРОЮ УГОМІЛІ ЯШЩЫ АДНАМАХЧЫМАСТЬ АДДАЦЬ ДАНИНУ ПАВАЇЇ ТЫМ, ХТО ПРАЙШОУ ФРОНТАВЫМИ ДАРОГАМІ. А ТАМУ СЯРОТ САМЫХ ГОНОРОВЫХ УДЕЛЬНИКОМ МЕРАПРЫЕМСТВА – УДЕЛЬНИКИ ВАЙНЫ. У ГЭТЫЕ ДНІ РАСКЛАД ИХ СПРАУ РАСПІСАНЫ ЛИТЕРАЛЬНА ПАХВЕЛІНАХ. И СЯРОТ ГАЛОУНАХА СУСТРЭЧЫ З МОЛАДЮ. С УЧАСНЫМУ ПАКОЛЕНЮ СКЛАДАНА УЯВИТЬ, ЯКЕ ТЯЖКОСТИ ПРЫШЛОСЯ ПЕРАЖИТЬ С ВЕТЕРАНАМ. АЛИ ЗАТІКАВЛЮНОСТЬ У ШКОЛЬНИКОВ НЕ ПАДРОБНАЯ. РАССКАЗЫВАЕМ О ТЕХ САБЫТИЯХ, О НАШИХ ДРУЗЬЯХ, О НАШИХ ТОВАРЮЩАХ, КОТОРЫЕ НЕ ДАШЛИ. И О ТЕХ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ, И КАК СЛОЖИЛИСЬ У НЕХ СУДЬБЫ, И НАШИ СУДЬБЫ. ДЕНЬ ПЕРАМОГИХ – ЭТА НАШИ НАЦИЯНАЛЬНАЯ СЛАВА И ГОНОР, СИМВАЛ МИРУ И СТАБИЛЬНОСТИ, НУЖНОСТИ И ЕРОИЗМУ. НА ГУМЕЛЬШИНЕ ВЫЗВАЛЕНЧАЯ БОРАЗБА СТАЛА САПРАУДЫ УСЯ НАРОДНЫЙ. НА ТЕРЫТУРАЮ И ВОБЛАСТІ ЗАХОПНІКАМЕ ВОЯВАЛІ 127 ПАРТЫЗАНСКИХ ОТРАДЫУ С КОЛЬКОСТЮ БОЙЦОВ БОЛЬШЕ К 50 ТЫСЯЧ. 127 УРАДЖЕНЦОВ ВОБЛАСТІ СТАЛІ ГЕРОЯМИ САВЕТСКАГА САЮЗА. ПАЧАС УРАЧИСТАХ АСХОДУ СТАРШЫНЯ АБЛ ВЫКНКАМА УЛАДЗИМЕР ДВОРНІК АБГЭТЫМ НАГАДВАЯ ЯШЧЫ РАС. И ДАДАЕМ, ПАСЛЯ ПОДЬВИГУ БОЯВОГА ВОЕННАЯ ПАКАЛЕНЬЕ ЗДІСНЯЛА ЯШЧЫ И ПОДЬВИГ ПРАЦУНЫЙ. АБГЭТЫМ ТАКСАМА НЕАБХОДНА ПАМЯТАЦ. ПРЫХАДЦИЛАСЬ РАБОТАЦЬ В УСЛОВЯХ АТСУСТВЯЯ БЫТА, ОСТРОЙ НЕХВАТКИ ТУРДОСПАСОБНОГО НАСЕЛЕНЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОМЫШЛЕННОГО СЫРЬЯ, ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЕНЕРГИИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. И НЕСМОТРА НА ЭТО, УЖЕ ЧЕРАЗ ДВА ГОДА ОТМЕНИЛИ ПРОДУКТОВЫЕ КАРТЫШКИ. ДЕСЯТИЛЕТИЯ СПУСТЯ ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЕЛИ В КОСМОС. ЗА ПАСЛЕВАЕННЫЙ ЧАС БЕЛАРУСЬ ЗАРАБИЛА ЗНАЧНЫЙ КРОК НА ПЕРОД. СЁННЯ МЫ КАЖЕМ ОБРАЗВИТЦЕ ЭКОНОМИКИ И ОБМЕРКОВАЕМ ШЛЯХИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБРОБЫТУ ЛЮДЕЙ. АЛЕ ПАМЯТЬ ОБ ТЫХ ПАДЕЯХ БУДЕ ЗАХОВАЦСЯ НАЗАУСЮДЫ. А САМЫМ ЛЕПШИМ ПОМНІКОМ ПЕРОМОЗЯ БУДЕ МИР НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. ОЛЕХ СЕНТЮРУ, ОЛЕСЯ ПЯРОВА, ИХАР МАРЫШЧЕНКА, ТЕЛЕРАДЮ КАМПАНИЯ ГОМЕЛЬ. НИ АДЪНУ ДЕЛЬНИК ВЕЛИКОЙ АЙЧИННОЙ ВАЙНЫ НЕ ПАВЕНИ ЗАСТАЦСЯ БЕЗ УВАГИ. СЁНЯ ПАДАРУНКИ, КВЕТКИ И СЛОВЫ ПАДЯКИ АТ ПРАДСТАУННИКОУ УЛАДЫ РЕГИЙОНА ОТРЫМАЛИ ХАМЕЛЬЧАНКИ, ЯКИ У СВОЙ ЧАС НАБЛЕЖАЛИ ДАТУ ВЕЛИКОЙ ПЕРОМОГИ. ПОДРАБЯЗНАСТЮ У ГАННЫ КАВАЛЕВАЙ. ЯУЕНИЯ НЕСТЕРУНА БАБАРЫКИНА НА ДАЛЬНИЙ УСХОДНИЙ ФРОНТ ТРАПИЛА КАЛЕЮ БУЛОУ СЯХУ СЕМНАЦАЦЬ ГАДОВ. У САСТАВЕ ПЯХОТНЫГО ПАЛКА ПРАИШЛА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ, ЗАТЫМ ПРАЦАВАЛА МАШИНИСТКОЙ. ЗАРАЗ ЙОЙ ДЕВЯНОСТА ДВА ГАДЫ. КАЖА, ВАЕННЫЙ ЧАС ПАКИНУЛ АДБИТАК НА ЗДОРОВЕ, А ВОСЬ ПАМЯТЬ БЕЗДАКОРНА ЗАХУВЫЕ УСЕ НА ВОТ САМЫЕ ДРОБНЫЕ ДЕТАЛИ ТАГУ ЧАСУ. СЛУЖИЛА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКИ, С ЯПОНЦАМИ ВАЕВАЛИ. Ну вот, ТАКАЯ РАДОСТЬ БЫЛА. СЕМЫ ВЫСКОЧИЛИ, ТАК РАДОВАЛИСЬ. И ВЫСКОЧИЛИ ЗАЦИХ ЗЕМЛЯНАХ, И ТАК РАДОВАЛИСЬ, ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ, КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА. С ПАДОРОНКАМИ, КВЕТКАМИ И СЛОВАМИ ПАДЯКИ НА ПЕРАЙДА ДНИ ДНЯ ПЕРАМОГИ ЯВЕННЮ НЕСТЕРОНУ ПРАИШЛИ ПАВЕНШАВАТЬ ПАМОЧНИК ПРЕЗИДЕНТА АЛЕКСАНДР ТУРЧИН, НАМЕСНІК СТАРШИНІ ГОМЕРСКАГА АБЛВА КАНКАМА УЛАДІМИР ПРЫВАЛАУ И СТАРШИНЯ КОМИТЕТА ПА ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСТЦІ И САЦИЯЛЬНОЙ ОБАРОНІ НАСЕЛЦІТВА АБЛВА КАНКАМА ПЮТР САВІЦКІ. ПРЫ СУСТРЫЧІ И СТОРЫЙ МИНУЛАГА, СТАРЫЕ ФОТАГРАФІЇ И ЭМОЦІЯ, ЯК РАДЫЗНЫЕ, ТАКІ КРЫХУСУМНЫЕ. ДАРЫЧІ ПАМІЦ АБЬ ЄРАІЧНЫМ МИНУЛАМ ЯВЕННЮ НЕСТЕРОНЫ ЗАРАЗ ЗАХОВАЕ ОРДЕН АЙЧЫННЫЙ ВАЙНЫ. У ТЯЖКІМ СУРАК ЧАЦВЁРТЫМ ЯНА СУСТРЫЛА СВОЙГУ МУЖА, ТАКСАМА ВАЕНННАГА. ПАСЛЕ СУРАК ПЯТАГА ЯНЫ РАЗАМ ПРАТЯГНУЛИ ИЗДЯСНЯТЬ ПОДВИГИ УЖО НА НЕВИ МИРНЫЙ ПРАЦЫ. ЯНА НА ФАБРЫЦІ СПАРТАК, ЙОН НА БУДАУНЦЦВЕ ТАКИХ АБЪКТОВ, ЯК ХИМИЧНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЫ, САУГАЗ БЯРОСКИЙ НАВАТ ТЕЛЕВИЗІЙНАЯ ВЫШКА. Я считаю, что с такими людьми необходимы встречи нашей молодежи, чтобы они действительно из первых уст услышали, почувствовали, какова была жизнь. Мы благодарны этим людям за то, что они на сегодняшний день сделали для нас, встречая нас, воочию рассказывая то, что было, то, что нас сама пережила. Свою историю життя у гэтый день распавяла и любов Алексею Нанятупская, якая так само сустрела гостей. На фронт яна поишла доброохвотником, коль ей было крыху божь за 20, два годы служила связисткой. Причем у нож капитуляции у Зброенных сил Германии яна была як раз на працанном месте и одну из перших отримала духачаканную вестку об закончении войны. А как чувства были, когда узнали, что война закончилась? Ну, Господи, радость, конечно, была необыкновенная, что говорить. Радость необыкновенная была. Все. Ну, а в основном, конечно, мы уже предполагали, потому что, собственно, мы же накануне-то связывались, все телеграммы передавали боевых. Почти не было сводок. Причувствовали, во всяком случае, окончание войны, потому что мы самый нерв армии. Связь – это все. Ганна Ковалева, Максим Славин, Игорь Марышенко, телерадо-компания «Гомель». Наступные выходные дни у «Гомели» будут насыщенными нападеи. У неделю на площади Ленина, с нагодой святкования Дня Державного Герба и Стяга Республики Беларусь, членские билеты БРСМ от ветеранов Великой Айчинной войны отримают 22 представники молодых города. А кроме этого, 70 школьников уступят у Рады Беларуской Республиканской Пионерской Организации. 8 мая в 19.30 на Аллее Героев отбудется открытие уже 4-й по лику областной громадско-патриотичной акции «Факел Перамоги». А проспал годины на этом же месте пройдет шарговый этап акции «Парад Пераможцев». Гомельчане смогут пройти с портретами своих родных солдат по Аллее Героев. День Великой Перамоги в 10 годин открыт шествие по улице Советской. Уделуем примут ветераны войны и працы, солдаты и наученцы городского кадетского училища. Кировничество в области и города, коллективы предприемств и организаций. После на мемориале «Вечный огонь» отбудется митинг памяти. Далее на пляцовце каля Гомельского медицинского университета будет проходить массовое свято под названием «Триумф Перамоги». Так само сирот головных святочных пляцовок – территория Палацево-Паркового ансамбля. Тут на набережной Ракисош с уделом военно-историчного клубного объединения «Гонор-мундиру» отбудется реконструкция одного из опошних боев Великой Айчинной войны. Это символично, потому что все-таки у нас сейчас майские дни. Это действительно те дни, когда закончилась большая война. И те дни, когда могли уже люди вздохнуть в полной груди и понять, что война закончилась. Поэтому это символично. И мы решили взять аналогичную историю. И будет на набережной происходить это в рамках берлинской наступательной операции. Какие-то в пригородах Берлина. Буквально вот встреча, скажем так, последних дней войны. Ведовичным таксам обязается стать показ Айчинной и трофейной техники военных и послевоенных годов. На выставе будет представлено больше за 40 одинок советских и немецких военных мотоциклов, автомобилев, артиллерийских гармат и амуниции. Особные экспонаты представлены областным музеем военной славы. Нешта – властность гомельских коллекционеров. Дарайше проведение шматликих культурно-массовых мероприемств заплановано на территории усих районов Гомеля. Городжане и гости города отримают махшимость с корыстью провести час, доведаться шмат текавого и отпочить. Большие праздничные мероприятия запланированы в районах города. Традиционно зона отдыха пруты – Новобелецкий район, это Любинское озеро – Советский район, это Гомсельмаш – Площадь Победы и традиционно проспект Космонавтов – 70, и, безусловно, ледовая площадка, ставшая уже такой популярной в центральном районе. И в 22.00 состоится фейерверк во всех районах города. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, Максим Славин, телерадиокампания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня подписано погоднение об гандлево-экономичном, науково-техничном и гуманитарном супрацовнестве помеж Гомелем и Итальянской Пармой. Таким чином, этот город стал 30-м городом-пабратимом областного центра. Подписание погоднения отбылось в рамках официйного визита на Гомельщину делегации Итальянской Пармы. На протягу тыдня гости знайомилися с промысловыми и сельско-господарчими предприемствами, а так само с социальными объектами Гомеля, Кармянского и Чачерского районов. Супрацовнество нашей в области из Италии починалось с оздоровления белорусских детей, а лесенне размовы идти об больш широким спектре взаимодействия. У приватности информация об макчымастях региона будя гучена на сустрече деловых колов Италии, якая на наступным тыдне пройдет в Парме. А прочатаго итальянская делегация отримала официйное запрашение на уделу селетним Гомельским экономичным форуме. Основные на керунке взаимодействия баки замоцевали у договоры об усебаковом супрацовнестве помеж Пармой и Гомелем. У приватности досягнута домоленность об оказании саденечения, уголе непромысловости, сельской господарки, гандли и притягнении инвестиций. Не засталась поза увагой и гуманитарная сфера. У нас уже есть ряд проектов социальной и гуманитарной деятельности. Мы рассчитываем, что это соглашение станет толчком для развития в большей степени направлений экономической. Процент стратных предприемств у Гомелли скаратился. Резкое повеличение их колькасти, якое означалося на початку года, удалось нивелировать. Становище выправили амаль 40 предприемств. Такие личбы огучили на посадженні гарвы Канкама, якое было присвечено основным выникам работы господарчого комплексу Гомеля в первом квартале 2016-го. Не глядячи на тое, что год почался довольно тяжко для экономики, на сегодняшний момент можно сказать, что Гомелю целым спрацевал неадренно. Выконаны показчики по снижению запасов готовой продукции, створению прационных мест за кошт новых вытворчих линий и новых предприемств. После минулогоднего падения зараз значительно взрос экспорт товаров. Невыконанными засталися три показчики. Мы надеемся, что по итогам полугодия мы подтянем показатели по привлечению инвестиций в основной капитал за счет иностранных источников. Это показатель достаточно новый. У нас есть резервы и мы видим, что мы можем выйти по полугодию на 100%, какие у нас доведены по заданию. Это экспорт услуг по предприятиям без учета республиканских. Тоже мы надеемся выйти до уровня доведенного задания. Ну, привлечение инвестиций на чистой основе пока довольно сложно оценивать это показатель. Но тоже надеемся, что к концу года по крайней мере, будем что-то обеспечено. По выниках мониторингу бачно, что идет значное скорочение выдатков на вытворчость продукции. Знижение себекошту зараза одна за основных задач, яке стоять перед господарчим комплексом. На 4% удалось полепшить гэтый показчик за 3 месяцы года. Вядома, что до конца 2016-го все повинны досягнуть планки у 25%. Цистане процесс вытворчасти у Гомеля таней на чверть, пакуль говорить рано. Однако усе меры прымаются. Сегодня завершился термин выканания доручения керавництва гомельского облвыконкама об наведении парадку на объектах социальной сферы. На что пришлось извернуть першачарговую увагу, и яким чином выращались поставленные задачи, высвятлял Олег Сенцерову. Починать весну наведением парадку на земли на Гомельщине уже давняя традиция. Причем доброупорядкованием территории занимаются не только коммунальные службы. Опошный час специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья проводили мониторинг ситуации на объектах социальной сферы. Значных порушений не выявили, а ли пыльные зауваги выказали. На этих объектах, конечно, грубых нарушений не встретишь, к счастью, но текущие моменты есть всегда. Это банальная уборка территории, современный вывоз мусора. По великим рахунку, наводить парадок на объектах социальной сферы активно подшали пешего красавика с початком проведения месячника по доброупорядкованию. Правда, там, где в этой теме и ранее надавали значную увагу, особливых проблем не возникло. Санаторы и чонки в этом плане без выключения медики, водители, горничные и вортовники двойче на тыдень проводят мини-субботники. По великим рахунку, частенья для санатория понятие экономичное. Отпочевать сирот смерти сегодня никто не ожидает. Если будет желание, то и деньги заработаем, и будем наводить идеальный порядок на территории, что привлекает наших отдыхающих. Конечно, проезжая в санаторий, если здесь чисто, красиво, вобрано, порядок, то и с удовольствием люди приезжают. У научальных установок пешие помощники у наведения парадку спонсоры и батьки. Плюс у шматайких школах проводить специальные акции. От желтого солнца, это когда на территории высаживаются кветки только желтого колеру, до насения, когда дети и дорослы займаются нарыхтовкой рослин. У речи кажуть, тут есть еще и выховавчий момент. То, что сделано властными руками, заховывается значительно лепше. Бадай, самая головная задача для каждого керунька сносить сродки на доброупорадкувание. Одна кветка петунии, самый запотребованный в этом году рослины, у питомника у каштуя калет 12 тысяч рублей. А таких кветок в залежности от территории потребны десятки, а то и сотни. И еще одна проблема – ландшафтный дизайн. У школах просто нема отповедных специалистов, а тому зробленные композиции часто не отповедают минимальным эстетичным потребованиям. У 61-й гомельской школы за допомогой звертаются до батьков, которые работают на специализованных предприемствах, плюс активно выучают интернет. Хоть разом с этим и погаджаются, калет доброупорадкувание проводился за допомогой дизайнеров, больше. Помощь ландшафтному дизайнеру нам очень нужна. Но так как единицы у нас такой в штате нет, поэтому мы ищем из своих сотрудников, любителей. Вы же знаете, что сейчас и дачники, и огородники выращивают цветы, помогают нам. Наши родители обязательно помогают наши шефы в решении каких-то проблем. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомельским цирку отбылась генеральная репетиция новой программы «Эмоции.И». Долгочаканную премьеру фееричного шоу глядачы смогуць убачыць уже завтра. Напереды дни у Гомель приехал Аскольц Запашный, а сёння на Чигуночном вокзале сустракалі другого удельника сусветно-вядомага дуэта Эдгарда. У новой программе под назвой «Эмоции.И» представлена 12 номеров самых розных жанров. Галонная идея выступлёння, колеры и их вплыв на человеческие эмоции. Выступят левшие российские артисты, поветренные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жанглёры и клоуны. Парадуя з'явлёння четвероногих и птушыных артистов. Гэта редкие белые и усурыцкие тыгры, грациозные африканские львы и попугаи. Для многих из них выступление перед гомельскими глядачами станет дебютом у карьеры. Народные артисты Российской Федерации Эдгард и Аскольд Запашный обещают, что каждый номер у нового шоу выкликает издевление. Мы делаем всё для того, чтобы зритель ушёл с частичкой нас в своём сердце, чтобы он смог полюбить, чтобы он смог почувствовать и действительно, чтобы у каждого на протяжении всего спектакля эмоций просто-напросто захлёстывали. Честно говоря, ощущение, что к себе домой приехал, потому что люблю Гомель, люблю Беларусь, часто здесь бываю и остаёмся хорошими, тёплыми друзьями уже на протяжении многих-многих лет. Поэтому в предвкушении только хороших гастролей, чтобы всё состоялось, всё, что мы задумали. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Усяго вам доброго и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова